Всем привет, меня зовут Вова, я работаю в Костановском Тензоре, и я пишу говнокод, это очень печально. Мне это очень не нравится, когда я его пишу, у меня такая гамма эмоций, они очень неприятны для меня, все очень плохо-плохо, я не знал, как с этим быть, что делать. Но для себя я нашел несколько вариантов, которые, грубо говоря, заставят меня писать код, более-менее. Что мне поможет вообще? Вообще мне в первую очередь помогут тесты и разработка через TDD и BDD. Что это такое? Я расскажу потом. Собственно, после тестов мне помогут покрытия кода, мы будем анализировать свой код. Хуки и гита, вот он что-то там рассказывал, но я тоже что-то расскажу про хуки и гита. И нам поможет автоматизация, всякая континент регрешн и прочее. Крутая штука. Дальше я буду рассказывать про всего дела. У меня будут примеры, скажу сразу, что они рассчитаны в основном на Unix-овую систему. Но под Windows там тоже что-то должно работать и там с какими-то витцепедами можно это все работать. Ну и, конечно, у меня будут примеры, будут на любимом всеми нами скрипте. Все. Мы же все любим. Все на нем уже пишут. Нет? Как вы вообще живете вообще? Ну что? Он в Arduino сейчас запускает. Что тебе, не backend что ли? Вообще, ну начнем сразу с первого, о чем у меня было. У меня были тесты. Любой качественный код, вообще любой рабочий код должен быть написан благодаря упавшему тесту. То есть тест упал, мы поправили, код заработал отлично. Мы избежали ошибки в продакшене. Вообще, если вы пишете код там, который больше чем в 100 строк, вам нужны тесты, иначе вы будете испытывать те же чувства, что и три кота там с третьего слайда. Вот. Ну и очевидно, что чем раньше вы найдете проблему, тем она дешевле. Во временной трате, в денежной трате. Вообще, тесты бывают разные, их бывает много всяких. Мы остановимся на модульных тестах, так как они для нас самые интересные, потому что разработчик сам их может писать, ему не надо никаких там контрольных групп, никаких там выделенных серверов и всякого такого. Он может их прямо у себя там на машинке написать, запустить после куда-то. И еще, ну вообще сейчас будет рассказано много про модульные тестированные, почему она хорошо и для чего она вообще используется. Вот, если мы пишем такой сферический проект в вакууме, то юнтест или модульные тестированные кому как нравится. В такой перемене масла он занимает основополагающую часть, но наверху на самом деле могут быть не только ютестинг, но там производительность, ну что угодно. Но факт в том, что модульное тестирование – это основная часть, которая проверяет вашу логику. Тест еще хорошей тем, что… Модульные тесты не должны протухать, то есть они должны быть адекватны для вашей задачи, они должны проверять тот результат, который вам нужен вот в данный момент. Еще вот такая особенность в том, что при модульных тестировании у вас получается, что на строчку вашего кода получается 2-3 строчки кода тестов. И я немножко заползал. Суть в том, что тесты не должны протухать. Вы должны свой код проверять на актуальность и проверять на актуальность свои тесты. И так как я сказал, что получается 2-3 строчки тестов на одну строчку кода, у вас до хрена тестов. Реально много их бывает. Вообще модульные тесты помимо всего вот этого добра, они помогают правильно структурировать код в том плане, что тесты вам помогают разбивать по определенной логике вашу программу, и вам проще же ее проверять, вам проще встраивать в то, что вы уже написали, и встраивать то, что написано в какие-то другие части. Еще благодаря Unit Test там родилась такая методика разработки как TDD, это Test Driving Development, по-русски это разработка через тестирование. Она изображается вот такой вот схемой. Изначально вы как бы находитесь в этой стадии, в красной. У вас ничего нет, у вас есть только задача. Сделайте мне крутую штуку. Вы получаете задачу, пишете тест, соответственно запускаете, тест падает. И после этого вы знаете, что у вас есть тест, который проверяет, что вам нужно. Вы пишете какой-то код, вообще говнокодите, что обычно делаете. Проверяете на тест, если тест прошел, все отлично. У вас есть, вот находитесь в этой игре. Все, вы можете извращаться над своим кодом как хотите, то есть оптимизировать, улучшать и так далее. Вы приходите в фазовый рефактор, и вы в какой-то момент останавливаетесь, и получается, что задача выполнена. Лас появилось там новое требование. Вы переписали свои тесты и опять пошли по такому циклу. И вся разработка на таких крациях и основана. Из TDD появилась такая штука как BDD. Это behavior driver development или разработка через поведение. В самом деле это для меня очень крутая штука. Обычно как вы висит какие-то тесты пишите, там какой-нибудь assert, equal, что-нибудь такое. Ну, в общем, если на это смотреть, то это полная билиберда. Там непонятно, что происходит. Вам надо узнать свой код. BDD это тоже юнит тестирования. Это разработка через юнит тестирования. Но смысл в том, что вы проверяете не то, что ваш код делает, вы проверяете результат вашего кода. И еще одна особенность в том, что вы, по сути, пишете описание своего кода. Вот здесь вы можете почитать, что мы пишем вот такую ерунду. Что делает проверяемая функция, что она должна делать. Ну, это sublime так вот все эти люди, что это делают. Далее заводите какой-то свой объект. Ну, в данном случае проверяем там функцию у какого-то там спартного класса. После выполнения мы что должны? Мы должны проверить, что вот тики, то есть там интервалы какие-то заполняли, что после остановки они должны быть boostM. Вот мы что и пишем. should not be, наоборот, не должны быть boostM. Какое-то выполнение. Should not be end. Если какой-то объект должен быть массивом, вот так и пишите. Should be instance of array. Дальше я покажу пример более простой на числах. Это линтера не понравилось. А потом расскажу. А когда мы все это запускаем, мы видим… Ну, точек был как-то чуть-чуть. Не знаю, я покажу это на консоли, чтобы их получше видно. Суть в том, что результат теста он представлен в виде добочеретаемого текста. Вы сразу понимаете, что все хорошо и все плохо. Здесь вот… Ну что ж такое со светом? Не знаю, видно вам там, не видно там. У меня тут там не работает на эту штуку. Ну, короче, если что, давайте я прочитаю тогда. В общем, здесь в табличке фреймворки библиотеки для использования DDD и ODD на различных языках. Если тут вашего языка нет, можете загуглить и найти. Для всех есть. То есть для PHP это какие-нибудь там PHP-unit или B-Head. Для JavaScript это самая популярная там Mocha, дальше идет jasminc, unit, чай. Да, смешные названия. Дети иногда даже биконы называют. Бывает. У Python это встроенные unit-тесты, очень популярные также notes-тесты. Вот, например, в данном случае Mocha, unit-тесты, notes-тесты это именно фреймворки для unit-тестирования. А вот chai, shoot и behave это библиотеки для использования BDD. То есть вы можете текстом то, что писать там. Для Ruby это unit тоже встроенные, для Java это G-unit, а для C тоже куча всяких. Я не знаю, я не пользовался. Сейчас давайте вам пример покажу, как оно все-то выглядит. У меня есть такой проектик. Вообще, кто не знает, что такое NPM? Ну поднимите руки. Ну ладно, короче. Это пакетный менеджер для Node.js и он умеет там какие-то скрипты int-овские запускать. У меня вот есть такой тест, ну запуск тестов написанных для JavaScript. Вообще, этот проект, это по сути, вот такой вот калькулятор. Сейчас мы увеличим это все. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну в чем вот тут? У нас есть, мы создаем калькулятор, он умеет там суммировать, два числа суммировать массив, разность рассчитывать. Ну, короче, что калькулятор умеет, самый простой, то это штука тоже делает. И также у меня есть тесты, написанные с помощью мочи, кому там смешно было. Вот. Тест выглядит вот так. Вот. В чем мы тут? Мы как бы… В чем мы делаем? Мы тестировали калькулятор, мы это и пишем. Дальше мы проверяем метод у этого объекта, то есть деление, да, то есть при делении на 0 с тестом нам должна выпадать ошибка. Там, если мы делим 12 на 2, мы должны получить 6. Собственно, мы это и пишем. Мы пишем калькулятор, делим 12 на 2, should be equal, ну, должен равен 6. Логично. Это мы и написали. И все в таком духе. Давайте мы запустим. Оп. Все. Отлично. У нас тест упал на одной из функций. То есть я вам специально показываю, что вот где галочки, мы все успешно прошли, протестировали. Эта красненькая нам показывает, что наш кот не удовлетворяет нашим тестом. Давайте это все исправим. Что у нас там упало? У нас упало умножение. Ок. Мы ищем. Мы нашли умножение еще. Ну да, мы тут единичку лишнюю пробовали. Давайте уберем. Допустим еще раз тесты. Тадам. У нас все зелененькое. Мы молодцы. У нас все прошло. Вот. Идем дальше. Он с этого продолжит, да? Вот. Так как кода может быть реально много, то есть мы на работе пишем проект, у которого сколько там, миллион сто тысяч строк кода. И это нереально знать просто, что вы проверили тестами, что вы не проверили тестами. Для этого нам приходит код coverage. это такая утилита, которая после запуска тестов проверяет сколько кода вы вообще покрыли тестами, сколько кода проверяется вашим тестом. Проверка может быть на самом деле по разным метрикам. То есть мы можем сравнивать сколько строк мы покрыли, то есть сколько строк из вашего кода проверяет соответственно сколько функций, сколько там различных условий и ответвлений. Ну и в самом простом варианте это, то есть мы делим количество строк, которые проверили на общее количество, наверное, сто и собственно мы получаем ценностное соотношение код coverage там и есть. Точно также для вашего языка можно найти любую понравившуюся бюлитеку. Там есть джаваскрипта, это истамбул популярно, для agile как lawyer, для питон coverage, удивительно названо по функционалу. Для руб это simple.caf, c это gct, для php это php.college. Тоже давайте покажу, что это такое вообще, как оно выглядит. Теперь возвращаемся к нашим скриптам. вот у меня есть такой вот script coverage называется. Он по сути запускает скрипт теста, который мы уже проверяли и передает в библиотеку, которая анализирует то, что мы, наши тесты. Что-то пошло не так. Че, как у тебя? Как у тебя на маке? скролл-то как? Как мне вверх то промотать? О, вот она че. А потому что я дебил, я не то удалил. Во, я удалил не то. Еще раз. Вот. Мы запустили наши тесты и передали результат наших тестов. Библиотека Инстаблук, которая нам сказала, что 90% функций, то есть 9 из 10, мы покрыли тестами. То есть они проверены. Одна функция где-то там затерялась. Соответственно, 88 строк-кода, 88% строк-кода покрыто. Это statements branches, это различные пути и проверка if-ов и условий и так далее. Давайте мы доведем проверку наших функций до 100%, чтобы мы уже крутой код пишем. Вот. Мы заходим в наши тесты. Нам не хватает. А, собственно, что нам не хватает? Как узнать вообще, какую функцию мы потеряли из этих 10? Библиотека Инстаблук создает вот такую папочку coverage, ну, как и любая другая библиотека для покрытия. У нее есть вот тут такие всякие штуки. Это тоже информация о покрытии вашего кода, но в таком специфичном формате она вам пока не очень интересна. Мы переходим вот в look of report и это сгенерированный HTML. Кто так откроет тут? Да. Откроем мы этот HTML и что мы видим? Мы видим сгенерированный отчет. То есть мы проверяли там файлик в папке lib. Калькулетор. Мы открываем его. Вот он наш файл. И мы смотрим. Все, что зелененькое, это мы проверили. Все, что красненькое, это у нас не покрыто тестом. В данном случае это функция eMulti, то есть умножение массива самого на себя. То есть перемножение всех элементов массива. Также вот мы можем видеть, что мы не проверяли вот эти вот путь. То есть это условие у нас не проверено. Давайте это все поправим. Вот у меня есть, я уже написал это все. Мы проверяем перемножение. То есть 12 на 2 на 2 и здесь мы должны получить 480. Опять идем к нашим тестам и покрытию. Тестами запускаем это все добро. Оп. Мы покрыли вообще 100% функции, 100% наш строк кода. Соответственно, отчет обновился. Мы можем сейчас это увидеть. То, что у нас было красненькое, сейчас зелененькое. Отлично. Дальше переходим. Там что-то еще красненькое осталось. Там красненькое. Сейчас покажу. Ну видишь, тут у тебя как бы ветление. Бренд сейчас у тебя 58% только покрыто. То есть в данном случае красненькое, это вот эти ветления, это условие у тебя их. Ну да, и исключение в том числе тоже. Ну вообще, да, не 100%. Мы покрыли 100% строк и 100% функций, которые мы используем. Но я же как говорил, там можно разные метрики использовать. Вот. И да, в данном случае правильно мы ничего не проверим вот этот на выброс ошибки. Мы только в одном месте при… То есть там два теста надо написать типа с исключением и без, чтобы… Да, тесты, мы проверим тесты не только на то, что мы… Ну написали правильный код, он выполнен только правильный код. Мы должны проверить тесты на как правильно выбрасываются ошибки. Мы там передали какую-нибудь хрень, наши параметры. Это мы тоже должны проверить. Ну как для примера, видите, division, здесь не выделено type error, потому что в тестах… Потому что в тестах мы проверяем деление на ноль. То есть мы делим 12 на ноль и это должно выбросить ошибку. То есть мы так проверили. Поэтому там не… Поэтому там все зелененькое, а в остальных тестах мы этого не проверяем, допустим, в сумме, да. Мы не проверяем на выброс ошибки или там на выброс аргументов. Поэтому это выражение в тех случаях красное и не входит, ну не покрыто тестами. Что значит с игр B1, B2, B2? Это… Ты можешь как бы вызывать… Ну у тебя методы… Один и тот же метод может внутренне использоваться там в разных… ну других методах. А, то есть сколько раз… Да, сколько раз ты его проверил. Пробуем дальше. Интересно. По этому же как бы рассказывалось на одном из… линтеры. В общем случае линтеры – это утилиты, которые помечают флагами текстовых файлов. Но в данном случае для нас линтеры – это утилиты, которые проверяют наш код на различные условия. Давайте посмотрим. Вот у меня есть такая функция. Вроде такая. Функция и функция. Вроде нормально написано в точке, запятой стоят. Вот такое. Но смотрим внимательно. Куча вообще на самом деле проблем. Я вам даже могу сейчас… Ну над аргументом, который мы придумываем функцию, мы его нигде здесь не используем. Он как бы нам не нужен здесь. Опять же то же самое неиспользованная переменная. Отсутствуют пробелы. То есть если мы привыкли, что между арифметической операцией должны стоять пробелы. Тут такого нет. Далее мы определяем переменные. И у нас их тут три штуки. Во-первых, константа объявлена через led, хотя в современном JavaScript для констант есть оператор const, который объявляет. Во-первых, это нелогично, потому что константу в данном случае мы сможем переопределить, хотя не должны. Далее мы через запятую еще одну переменную объявляем, а потом опять вызываем оператор led и третью переменную объявляем. То есть в данном случае нам надо было либо все три переменные через led объявлять, либо объявлять через const, и, вернее, через led, если это не константа, и все три через запятую уже. То есть это тоже нарушение style гайлда. Опять же вызов приватного JohnStript метода. и объект не найден. Вообще код style описывается определенным набором правил. Вот на вашем экране это предмет для код style от JavaScript. Это пресет, то есть уже кем-то написанный набор правил. То есть если вы ленивый, у вас там нет времени в неделю изучать мануал по линтеру и собственноручно набивать правила, которые вы используете. То есть вы можете использовать, в данном случае это 10 объединенных правил на использование стрелочных функций. То есть вот это правило. в данном случае вот это правило, то есть для стрелочной функции в JavaScript это когда вы в функцию пишите не function, что-то там, а скобочки и в виде стрелочки такой. То есть вы должны обязательно слодой и пробел поставить до стрелочки и после стрелочки. Линтеры. Ну собственно тут приведел список утил и линтеров, которые используются в разных языках. Ну в JavaScript сейчас ESLint по факту стал стандартным, потому что конкурент буквально недавно умер, грубо говоря. И его прекратили поддержку. Для Java это Lint for J, для Python это PyLint. Для Ruby это RubyLint. Логичные все названия. Давайте покажу вообще, как это вообще линт выглядит. Вот у нас есть такой файлик, есть Lint for C, это то, что, ну те самые правила, которыми наш, мелко, да, сейчас, которыми наш код должен следовать. Я вот использую Extend, это уже написано набор правил от компании RBNB. Ну он тоже один из самых популярных. Но мне, наверное, не понадобилось одно из их правил, где они не разрешают там название переменных или функций через подчеркивание начинать. Я его переопределил. Дальше, например, вот в данном случае WebStorm подхватывает этот файлик и линтеры, ну из коробки умеет его подхватывать. Для Atom или Supply, вы там можете поставить какой-нибудь плагин, и у вас тоже все будет круто. Смотрим. Вот там линтер подсказывает, что у нас есть TUDU какой-то не сделанный. Ну да, давай тест-то откроем, что-то я поправил. Ну да, вот before он… Не, давай сейчас подержи. В общем, покажем. В данном случае мы брали точку запятой. Правильно здесь она не нужна. Вот. Точка запятой. Слушай, у тебя не подхватило. Где садим-то? Да вот настраивили, не подхватило. Ну ладно. Ну на самом деле это можно проверять не только из редактора. Ну в данном случае мы что-то протупили и настройки что-то не подхватились. Но можно проверять еще из консоли. У меня есть опять скриптик для этого. Вот он линт. Мы используем ESLint и проверяем наш файлик калькулятор. Оп. Вот он у нас нашел различные warning. То есть 67-я строка. Мы не должны использовать консоль log предупреждение. Или там строка должна использовать одиннонные кавычки. Давайте посмотрим, что там на 67-м строке такого страшного. Вот здесь у нас консоль. Ну во-первых, давайте избавимся от двойных кавычек. Давайте проверим. Оп. Видите, двойные кавычки ушли. Собственно, такого плана проверка вашего кода и работает. Ну это не весь анализ вашего кода, который можно проводить статически. Ребята из компании CodeClimate, у них есть инструмент, который позволяет находить самый натуральный копипаст, либо код похожий на копипаст. У них используется, у них есть веб-сервис, а есть также консольная утилита, написанная на Ruby и ставится она через Docker. Пока что у них эта утилита работает, обрабатывает на Ruby. И как мы можем здесь видеть, на картиночке после анализа питоновского кода она нашла две функции, которые в сути своей одинаково. Например, два аргумента делают с ними одни и те же действия. Нужно посмотреть нормально на них. То же самое по сути. Хотя код не абсолютно копипаст. Там есть определенный алгоритм, если интересно, можете потом почитать. на основе висок. Можно еще подобные инструменты использовать. Я это покажу, но чуть позже. Как мы говорили, Алексей рассказывал про git hooky. Git hooky – это, по сути, возможность гита запускать скрипты на определенные действия. То есть на локальном клиенте в вашей папочке локальный, где у вас код. Там есть папочка git, в ней есть папочка hooks. И как уже показывают, там есть куча примеров файликов. Мы можем создать файлик с нажальным прикоммит, запихнуть туда какой-то скрипт и он перед каждым вашим коммитом, локальным коммитом будет выполнять действие. То есть туда мы можем запихнуть проверку на тесты, проверку на линты. Что хотим, но что надо, то и сделаем. На сервере, если у вас, допустим, git lab, вы можете зайти в папку custom hooks и создать hook, который будет проверять, выполнять какой-то скрипт, например, при получении, когда вы там push делаете на сервер. Если вы там тесты не прошли или у вас линтер выдал там кучу ошибок, git удаленный может сказать, не, чувак, нам такое тут не нужно переделывать. и отменить куш. Автоматизация. Потому что на самом деле очень важный процесс. Тестов может быть много. Они могут выполняться долго. Тестов, да. Приходят на помощь. Тестов, да. 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 Вебе можно? Можно? Вебе Можно использовать пример Ладно, ладно Нам нужен суровый человек, который ходит в блокноте Ну да, всяко бывает Ну это не вся автоматизация которую можно выполнять На самом деле тесты могут выполняться полчаса, час и даже больше И сидеть просто на локальной машине ждать, когда у вас там эти тесты закончатся или у вас там миллион строк-кодов и тот же самый линтер будет работать 10 минут, а в это время будет просто чай пить там Тоже не дело, поэтому для таких случаев приходит на помощь Continuous regression Это различные серверы и серверы, которые вам в этом помогают, то есть они умеют запускать таски Сейчас вам чуть позже что покажу Ну тут, например, у меня представлен TeamCity Это платное приложение для Continuous regression Это Jenkins Это бесплатный Сейчас у GitLab есть тоже свой собственный Continuous regression появился и Trice это сервис для GitHub Я покажу пример для него То есть вы делаете какой-то commit Continuous regression сервер выкачивает ваш код запускает тесты запускает coverage и все это делается там в автоматическом режиме вы об этом вообще не паритесь у вас там 10 человек вы не паритесь с том, что там кто-то мог на ходить закушать на сервер вы потом эти изменения себе зальете господи, что это у меня тут все красное ну и собственно помогает узнавать статус там build красный или зеленый то есть готов он к релизуне готов если он готов то можно там сразу же продакшн дальше сейчас давайте покажу Можно унин тесты они все кидаются в систему интеграции не обязательно ну в данном случае да в данном случае для кондистрии запускаются какие-то тесты ну можно не только юнин тесты можно какие-то там вообще что угодно там запускаются скрипты что в них будет написано как бы ну у нас там есть как бы проверять нужно длинные по времени штуки там такого кода много куда это все куда эти тесты ты будешь постоянно их проверять ну смотри для javascript например есть да во-первых есть асинхронные тесты есть такая штука как synon она как бы делает обертку она проверяет асинхронные тесты но она не выполняет их напрямую то есть там в общем надо это это одна тема ну да если долгие тесты то можно не на каждый комит можно там раз в день проверять билд вообще с такого плата плана то есть там за сутки ну за рабочий день накометили все ушли а ночью там континент сервер проверяет запустил это все утром чуваки пришли вот все зеленым там все красно на течение такого плана то есть то есть допустим ну не избавляет а там юи тестирование еще чем такое там можно ну сейчас же есть сыרג кто сэм 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 селеный а сэм понятно что не процент есть какой-то еще там стены не можно проводить ты же или там через него не будешь проводить нагрузочное тестирование вот покажу вот мы тут что-то на исправляли давайте сделаем комит куча у вас наверно таких комитет бывает вот примером тут наш комит тут появился и вот собственно трайс это тот самый континус грешен то есть мы сделали комит данном случае наш код проверяется на различных версиях но джесса тут запустились определенные таски мы сейчас можем подождать они пройдут и вы видите там они зелененькие можно посмотреть историю то есть тут ведь какие-то билды были зелененькие то есть тесты нормально все проходили какие-то красненькие тесты упали желтенький это вот сейчас тест про запускается так давайте подождем немножко или не час под тобой подали все вот часть уже зелененькая сейчас последним доработает ну вот вот видите можете если там подключить то есть вашего мне тут различные фигуринг есть которые различные свои домашний проект сейчас он доработает последняя таска давайте подальше посмотрим теперь еще кое-чем то есть у нас есть покрытие да вот до этого комита там было 80 80 88 процентов но у нас нет возможности вот эту папочку которому сгенерируем coverage нет возможности для удаленного просмотра или там расшарить и для всех для этого есть отдельная или течка который называется coveralls для javascript а и после тестов она делает то же самое она проверяет ваш тесты и передает их на в другой сервис что давайте я вам покажу его то же самое с историей то есть раньше мы провали 76 88 и вот последним комитом мы добились того что у нас тут на 100 процентов покрыт нужно посмотреть этот отчет ну по сути он выглядит точно точно так же как то что я показывал из локальной папки только тут еще учтены различные таски на раз в различном окружении ну собственно точно такой все зелененькая и осталась еще одна вещь которую я не показал это вот та вещь которая ищет копипаст собственно вот он нашел похожий код действительно по проекте можно посмотреть что каждая функция она имеет вот три строчки которые повторяется это проверка на то что число запись в запоминание текущего значения и увеличиваем счетчик операции и по моему это надо все вынести в отдельную функцию и тогда мы не получим предупреждение о том что у нас ну сам натуральный капитал сделан на этом собственно все я закончил я закончил все что я все бюлтеки которые использовал приводил примеры и последние примеры ну вот этого моего калькулятора бесценного если есть вопросы то давайте если есть вопросы то давайте бдд это конечно хорошо но очень часто в наших компаниях FDD используют FDD используют FDD я примерно догадываюсь что это да стекло стекло да стекло тут стекло вот работает внутри он на каждую строчку вставляет на всю строчку и честно я под капот не смотрел я больше интересовался как он как искался там дубликата на эту тему считал Вообще он следит за тем, скорее всего какие-то там маяки ставят свои. Наверное видео просто свой случай. Ну да, консоль, лог, ранд, такого формата, просто посчитал. Значит это просто? Нет, самое сложное это именно в поиске копипаста, там у него есть определенный алгоритм. Может что-то еще есть? На одну строчку кода еще там… Ну 2-3, да. Ну то есть ты проверяешь не только удачный результат, ты проверяешь то, что у тебя не выполнен, не вывалится какой-нибудь exception, если ты там неверных данных делал, то есть… Да. Это хорошо, но часто требования не меняются, но это заменяется. Но про это я говорю, что… Тесты должны менять, тесты не должны потухаться. То есть тебе поменялись данных, ты в первую очередь пошел из правил тесты. Потому что если ты не исправил тесты, а написал код, у тебя тесты упадут, даже если у тебя код правильный, тесты упадут все равно даже если код неправильный. То есть это неправильный, тесты не должны протухать. В данном случае там было 2 строчки тестов, грубо говоря, на строчку кода. Но по-хорошему там еще можно навернуть до 5 строк на тестов на одну строку или кода. То есть все зависит от того, как у тебя со временем, как у тебя с гарантией. Чисто меня? Это ноль, это не окей, это ноль. То есть 3 дня дали на фичу, 2 дня пишут тесты, будет 9-3 фичи. А потом сообщают, что мы чуть не успели, потому что мы пили в тесты. Но с другой стороны, эта фича, которую мы напилили с 99% вероятности, она не принесет хрень. И клиенты не начнут стучаться в офис, где наши дни есть, там какой-то банковский сайт или еще что-то. Тест-драйвинг, уточню, что не сначала пишутся все тесты, а там типа пишешь тест чисто для нескольких строк. И… Ну ты пишешь тест для условий определенных. Тесты планишь, и это через каждую 10 строков. Это очень быстрый цикл. Ну в таком случае у тебя получится тестов еще больше. Допустим, BDD чем хорош? Ты можешь написать… Не обязательно такой вот порядок действий использовать. Ты можешь сделать какой-то абстрактный класс, в котором есть какой-то метод. Сделай вот это вот. И этот метод может вызывать какие-то там приватные методы или еще какие-то что-то снаружи. И смысл в том, что тестами ты можешь проверять только конечный результат. Если ты вызываешь все остальные с помощью code coverage, то увидишь, что ты вообще покрыл тут или нет. Тебе не надо писать каждый тест на каждую прям функцию. Вот что… Функция сложения, функция сложения там, да? Ты можешь… Некоторые идиологи… Ну это… А BDD говорит, что нам вообще пофиг, что там происходит. Нам результат важен. Нам важно поведение конечной функции, которая даст нам результат. Который мы там выведем пользователя. А что она там, какие рычаги дергает, нам как бы не важно. Если она дергает все верно, то результат верный. Если неверный ответ, то что-то пошло не так. И это мы уже будем дальше разбираться. Но тестов у тебя в результате становится меньше. Как проверять код, который работает с базой данных? Ну есть какие-то mock-объекты, которые проверяют. Имитируют соединение или какое-то… Ты можешь опять же… Ну для JavaScript ты можешь вообще не обращаться к базе. Вообще даже не использовать mock-объекты. Ты можешь использовать C, но это отдельная тема. Вот. Ну ты да, ты можешь писать на самые натуральные синхронные тесты. Если у тебя немного таких вот запросов, ты немножечко подождиешь. Если их много, ты немножечко подожди. Ну это логично. Опять же ты же можешь писать там не function.query, что-то такое. и там pullback или когда тебе данные вернулись. Ты не можешь проверять не всю вот эту целиком функцию, да, а только функция, которая у тебя обрабатывает результат. Это как бы более важно. Если у тебя соединение СБД прервалось, то у тебя, скорее всего, вообще ничего не обладает. То есть, опять же, надо смотреть на частные случаи, как тебе проще, как тебе быстрее сделать. А? 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 Ну это... Тесты для тестов? Ну, кстати, да, это одно из требований, что тесты должны быть адекватными, но на самом деле, да, можно писать тесты для тестов. Но, насчет тестов для тестов, да, нужно пойти глубже. Владимир, а вот как выглядит для своих домашних проектов, да, реально можно все покрыть и сделать? А вот для рабочих проектов вот сколько там у тебя покрыто реально? Я не запускал, я не могу тебе сказать, потому что, во-первых, у нас 50 репозиториев, если я начну проверять вообще сколько это покрывает, я на 3 месяца только этим буду заниматься. Ну, все это используют, но не запускают. Но ты все это вообще используешь в работе, где-то так чисто? Нет, в работе какие-то тесты у нас есть, я точно видел. Они где-то есть. Да. Но опять же, ну, Леш, мы это можем сочетать. Это проблема времени, проблема труза для затрат, проблема для тестажа. Ну, она же как бы свойственна, видишь, не только тебе, это в целом ты же как-то не можешь. Ну, в целом, вообще… Этихистический разработчик, простите, условно говоря, да, этихистический. Вообще, как вообще оно все выглядит? Надо быстрее выкатить фичу. И то, что ты говоришь, она как бы работает, но мне надо проверить. Тебе говорят, ну, она же работает, выкатывай, нам быстрее это надо. Вот, ну, это везде так. Ну, в большинстве случаев. Это вообще идеалка. Это, да, идеал, к которому надо стремиться. Но, если ты будешь, там, на миллион наших строк, ты напишешь, там, пять миллионов тестов, то вместо двух годов разработки, у тебя, где, там, десять лет. И когда ты это выпустишь, это уже никому не надо будет. Не согласен. Потому что в идеале это должно уже ускорять разработки, иначе для чего это все сделано? Понимаешь, будешь нескатизически ускорять? Не обязательно ускорять, ты повышаешь качество. Когда в своей перспективе у тебя будет меньше багов, ты будешь меньше дачи. Ну, это верно. Но, понимаешь, это надо довести туда, чтобы там люди на это согласились. То есть, там есть люди. Да, там есть люди. Еще из, мне показалось, не было из таких, мне кажется, мер, которые позволяют сопротивление кодов, user code review, перекрестные. Ну да, можно использовать. Ну да, мы смотрим все. То есть перекрестные, да? Ну да. А вы видите имя того человека, чей код вы смотрите, и тот тоже знает, да, что вы вытеснете его. Да. Потому что в идеале, в идеале, это должно быть полностью анабибно. То есть, ну, чтобы переговаривать, что давай я протолкну твой код, а ты протолкну твой код. Ну, это бежать оттуда. Тогда оттуда бежать надо. Нет, ну, наоборот, по идее, ну, не знаю. В BDD количество багов, это хорошо. То есть, больше зафиксил багов, больше поработал. Больше работы создал себе. А ты плохо написал. Ты плохо написал тогда код. Ну, я... Ну да. Не, ну опять же, тесты-то пишут тестировщики. Тесты пишут тестировщики? Ну, могут писать тестировщики. Ну, не обязательно, если там... Нет. Вот этого человека нет, но я знал писал... В BDD ты пишешь тесты. Тесты для себя. Сам себе. Нет, я говорю про тесты вообще. Ну, вообще, там, значит, все могут их писать. Если вообще. Ну. Тестировщики пишут тесты для их, конечно. Ну. Отдельные тесты. Что происходит, я не понял. Все с пастинетом. Сидеть. Абсолютно облюбательно, да? Ладно, спасибо. Аплодисменты.